В четыре раза больше средств выделили на модернизацию медучреждений в Северо-Казахстанской области. Помимо капремонтов, в этом году планируют построить 9 медобъектов сельской местности и ввести в эксплуатацию две поликлиники в Петропавловске. Об этом наш сюжет. В детской областной больнице ежедневно помощь получают больше 500 маленьких пациентов. Чтобы их пребывание в учреждении было комфортным и более позитивным, в конце прошлого года здесь начали ремонт. Обновили входную группу, фасад. Проведен капитальный ремонт входной группы детской областной больницы, где мы сейчас находимся. На сумму 122 миллиона тенге. Ремонтные работы завершены. Сейчас проводится устранение различных мелких недочетов. Правила выписки, передачи, упорядочив. Здесь более надлежащий вид будет для пребывания и посетителей детской областной больницы с учетом лиц с ограниченными возможностями. Теперь в медучреждении готовятся к капитальному ремонту крыши основного корпуса. И склада для вакцин. На это затратят 146 миллионов тенге. Всего в регионе запланировано 17 проектов по ремонту объектов сферы здравоохранения. В рамках трансфертов общего характера будет проведено капитальный ремонт 14 проектов на сумму 1 миллиард. А также в рамках программы АУЛ Ельбисага планируется проведение трех капитальных ремонтов на сумму 200 миллионов тенге. Проекты в основном запланированы в сельской местности. Кроме того, в этом году в области построят 9 медицинских объектов по проекту модернизации сельского здравоохранения. А в Петропавловске откроют двери две новые поликлиники. Кристина Юсичева, Коныш Казбеков, Петропавловск, Хабар-24.